здравствуйте дорогие друзья это мне плановый совершенно коротенький фильм ролик за мелочка такая просто сейчас вечером переписывалась с одним человеком и он сказал что он едет в марокко и прислал мне программка я посмотрел действительно очень интересная программа но что почему я решила сделать это видео что меня там заволновало так но все подтверждается что священная римская империя а марокко это была частью римской империи они говорили все по-русски потому что но даже если мы посмотрим вот мне данном случае столица марокко работ но это это чисто русское слово работ цвет батя батя бат допустим хорошо можно поспорить можно оспаривать я даже могу сказать что и с мухаммедом просто здесь надо очень аккуратно потому что много фанатиков но и с мухаммедами и магомедами там тоже очень много русского заложено магомеда меда меда мага меда маг меда есть сведения о том что марокко была завоевана португальцами но португалия если разобрать это слово это португалии галлы как у нас есть сейчас альтернативная исследовательница тамара тамара она доказывает что галлы это тоже руси чем когда-то были когда-то не сейчас были и гальский язык он тоже был русский язык но потому что порт у галлии это только русский язык причем родительный падеж порт у галлии кого чего так что португалия это русское слово теперь если мы посмотрим слово марокко марокко тоже кажется мне происходит из русского мара к мара 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 как море может быть море к ну-ка черная черная вода может быть как мара к опять-таки с натяжкой можно спорить интересный герб с пятиконечной звездой солнцем восходящим но под английской короной но правда звезда вот посмотрите звезда здесь есть надо будет разобраться с этим пентаклем потому что это все-таки наша тоже звезда пятиконечная она демонстрирует еще и обозначает человека насколько я понимаю а вот перевернутая звезда античеловек сатанизм так что здесь как бы звезда нормально стоит но под англии так что еще интересно здесь касабланка касабланка опять-таки название которого переводе испанского означает белый город белый город ну я так понимаю что белая это бланка бланка блонда блондин бланк бланк опять от русского было блондин коса может быть это была буквально коса белая белая коса потому что белый город белых городов много опять-таки может быть натяжкой можно спорить но то что я сейчас скажу здесь уже мне кажется стопроцентное попадание стопроцентное доказательство но и так уже когда несколько совпадений более трех совпадений это уже не случайность это уже доказательство того что когда ты здесь был основой русский язык тем более здесь были берберы а у берберов алфавит он тоже сходен со русским алфавитом изначально а еще среди берберов очень много светлокожих и характерных европейских лиц некоторые лица вообще прямо прям как русские и светлоглазых сероглазых зеленоглазых это же тоже не случайно это говорит о том что здесь была белая раса ну ладно дело не в этом дело в том что там программе вот почему меня и можно сказать так по-современному торкнула там оказался такой город влюбилась влюбились бы люби лис но это чисто русское слово но сами понимаете влюбились город который был расположен на юго-западе римской империи его развалина расположена марокко у города мулай-идрис 35 километрах к северу от автомагистрали между фесом и работам как раз тем самым работам и вот он этот вылюбилась вылюбились кто-то влюбился в этот город и дал ему это название наверное город тоже пострадал от надземного ядерного взрыва но это нам расскажут те кто там побывает наснимают пообещали наснимать много материала думаю это будет очень интересно ждем то же самое в турции такие же мозаики находят время все то же самое но поскольку это священная римская империя но она говорила по-русски потому что слово влюбились могут такое название городу дать только русичи вот он такой красавчик влюбились кто-то с любовью это все строю вот такой небольшой коротенький сюжет еще одно подтверждение того что римская империя священная римская империя изначально это была цивилизация которая говорила на русском языке не буду говорить только о национальностях я не знаю о днк конкретно предположительно массово кто населял но то что это одна цивилизация античная она повторяется везде и города названы по-русски очень многие города остались по крайней мере русские названия все остальные мне кажется они были позже заменены искусственно на арабские и турецкие языки на арабские языки даже так ближе потому что я смотрел арабский язык там как ни странно тоже очень много похожего на русский только видоизмененной зеркально измененные турецкий похож но турецкие как говорят там 10 процентов арабского то есть они все-таки разные хотя наверное письменность приближается разная уже разговорная речь но изменить язык легко а изначально все-таки вот он влюбились кто-то влюбился кто-то был влюблен в этот город в эту землю в эту архитектуру благодарю за внимание вот такие наблюдения